всем привет напоминаю что меня зовут василий мельяненко но это вдруг если для тех кто забыл мало ли бывает такое или первый раз видит меня вообще так вот сегодня я буду готовить картошку с лисичками казалось бы простой рецепт но люди очень требовательно относятся к нему потому что всем кажется что они делают что-то не так или может быть как-то делают по-другому и просят меня рассказать о том как вкусно это сделать как вкусно пожарить лисички с картошкой и так несмотря на всю простоту рецепта он будет но я его немножко усложнил и так начинаем с картошки картошку режем произвольно я ее стараюсь всегда нарезать каким-то таким небольшим кубиком суть в том что чем мельче кубик тем он будет быстрее прожариваться и так вы сможете управлять этим процессом потому что процесс любой процесс который происходит у вас на кухне должен быть управляемым почему картошку кубиком да потому что мне так захотелось вы можете сделать ее треугольником кружочком квадратиком прямоугольником и даже пролепипедом все зависит от вашего желания но кубиком она обжаривается более равномерно порубили картошку переходим к луку лук тоже в режьте произвольно объем картошки довольно большой поэтому луковицу целую она вообще не помешает когда вы жарите картошку лука должно быть реально много потому что лук дает сладость а сладость это что дуся иди ложись корзинку ешкин пес иди ложись корзинку дуся корзинку давай быстро но дуся глухая поэтому она мне не слышит в общем это нормально лук мы нарезали картошку нарезали что делаем с грибами с грибами можно ничего не делать но важно вот эти крупные лисички их порвать пополам если совсем крупные может быть даже на три-четыре части так будет удобнее так будет удобнее кушать удобнее жарить это топленое масло я люблю готовить на нем не все конечно но многие вещи как то жареная картошка так я забыл включить плиту поэтому включаем плиту сковородки должны быть разогреты перед тем как мы туда бросим продукт вторую тоже включая почему две сковороды да у каждого дома наверняка есть две сковороды я не думаю что это будет большая какая-то проблема для тех кто захочет приготовить это блюдо но мы должны жарить картошку и грибы на разных сковородках потому что грибы отдают много воды поэтому мы картошку жарим вот здесь а грибы на более маленьком огне вот смотрите здесь у нас большая конфорка и сковорода хорошенечко прогревается для того чтобы картошка обжаривалась и становилась румяна со всех сторон здесь конфорка маленькая нам не нужно чтобы грибы у нас сильно сильно горели или сильно жарились грибы нагреются пустят воду мы должны выпарить воду которая есть в грибах тогда концентрируется грибной вкус и грибной сок вот как раз когда выпаривается вода как только масло разогрелось отправляем сюда картошку видите она сразу должна шипеть как только падает на сковородку потому что процесс пошел процесс пошел только тогда картошка приобретет вкус тот самый самый яркий офигенный вкус который вы ждете который должен быть мы с детства знаем я знаю когда отец жарю картошку он бросал ее не мешал не мешал для того чтобы она с одной стороны при жарилась видите мы должны полностью закрыть пространство коварка картошки не должно быть много если будет много тогда она крадет температуру у сковороды и остывает сковорода остывает не дает того жара пока у нас сковородка здесь с картошкой шипит грибочки я порвал какие-то остались я их сразу бросаю на разогретую сковородку если попадаются крупные грибы как я уже говорил сразу берем их вот так вот разрываем на кусочки у разогрелась хорошенько сковорода кажется что грибов много на самом деле сейчас их станет мало потому что вода из них выходит я грибы тоже не трогаю единственный момент для того чтобы вода быстрее вышла из грибов я их немного посолю ну и картошечку тоже можно немножко посолить для вкуса для вкуса потом конце до соли аккуратно для жареной картошки для жареной картошки дуся перестань отстань от меня давай иди ложись дуся иди иди душечка ложись сидела жизнь на свое место чтобы картошку удобно было переворачивать нужно взять классную сковороду во первых с толстыми стенками для того чтобы она хорошо держала тепло во вторых с высоким бортом и борт должен быть быть не прямой не 90 градусов по отношению к ко дну да а немножко с загибом тогда вам будет удобнее тренироваться переворачивать картошку не трогая и лопаткой вот тогда блин все происходит так как вы хотите дальше грибы у нас дали воду поэтому их мешать так не будем как картошку для этого случая у меня есть лопатка потому что какие бы антипригарные покрытия у нас не были ложкой ты их реально убьешь конечно можно купить обычную алюминиевую сковородку но блин я пробовал при к ней все прилипает влаго из грибов выпаривается нам нужно за это время сделать подливку самое удивительное что конечно же вы не ждали подливки а подливка будет нам нужна чашка терка для чего есть томат смотрите очень важный очень важный лайфхак который вы навряд ли где то найдете поперек нужно разрезать томат поперек теперь взять и начать тереть его на крупной терке вы будете тереть 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 и что мы получаем мы получаем натертую мякоть томата и шкурку в руках все эту шкурку мы выкидываем видите буквально несколько секунд вам дает возможность не чистить не обваривать пальцы в кипятке не мучиться с томатом не мучиться с очищением томата это делается все элементарно и просто и так томат у нас готов то есть томатное пюре следим за тем чтобы у нас картофан не обгорел он нас подрумянивается грибочки у нас подрумяниваются но еще немного влаги осталось смотрите объем грибов стал два раза меньше значит смотрите что я сделал у меня вот здесь обмотанные салфетками и намоченные пучки зелени почему я так делаю для того чтобы сохранить зелень свежий то есть когда вам понадобилась зелень вы разматываете пучок берете зелени сколько вам понадобится и обратно заворачиваете в таком виде зелени у вас будет всегда хранится свежая зеленая и ароматная зелень режем быстро посмотрите я добавил сюда укроп я добавил сюда табаско несколько капель для остроты вам сейчас так кто-то сейчас поглядя поглядит скажет ядрит мадрид несколько капель бросил он туда так немножко соли соли чуть перца обязательно соль перец должен быть везде кроме десертов чуточку тимьяна прям несколько листочков если вам показалось что они крупные можно немножко порубить это создаст дополнительную ароматику если нет тимьяна не добавлять или добавьте кинзы и за тоже очень хорошо будет в этом в этой подливки немножко немножко масло две-три ложки несмотря на то что мы лисички жарим на топленом масле и картофель тоже вот смотрите картофель когда его немного когда он хорошо разогрет да он к становится рассыпчатым каждый кубик обжаривает со всех сторон и мы получаем реально очень классную картошку здесь главное не проворонить нам значит масло томатную подливку нам нужно всего лишь перемешать лук весь высыпаем как только бросили лук помешиваем сразу помешиваем иначе у нас начинает прижариваться начинает прижариваться сразу к сковороде это хорошо когда появляются вот такие вот коричневые полоски на луке грибы у нас готовы все здесь ведь они блестящие осталось одно масло только на грибах никакой воды теперь мы дальше раз размешиваем картошку с луком даже если лук будет оставаться чуть сыроватым ничего страшно и вот теперь нам важно сюда добавить грибы грибы добавили включаем ту сковородку и сразу же перемешиваем теперь нам нужна соль все досаливаем досаливаем чтобы все было у нас вкусно ведь соль это самый главный ингредиент в каждом блюде без соли будет невкусно это нужно запомнить а то что вам говорят я мало им соли много это все индивидуально большая часть людей едят нормально соленые блюда немножко перчик тоже не помешает вот это вкус перес дает легкий аромат легкий аромат который подчеркивает вкус картофеля грибов лука перец нужен это основная приправа теперь у меня тут есть раздавленный кусочек чеснока зубчик чеснока я его чуть-чуть рублю смотрите сами кто как любит больше чеснока меньше чеснока без проблем здесь нету конкретного объема или конкретной дозировки вы берете просто сколько вам хочется и какое-то время вам нужно обязательно это все помешивая пожарить потому что если будет попадаться сырой чеснок это будет неправильно смотрите какая получилась румяная картошечка грибы вот это аромат вот это я понимаю самое удивительное что повара часто готовят блюда которые в общем-то направлен на то чтобы нас удивить сделать нам какой-то праздник а вот я например люблю иногда просто прийти домой пожарить картошку с грибами потому что это вкус детства это мы помним самого маленького когда мама или бабушка жарит картошку вот это вот это настоящая русская кухня берем глубокую тарелку берем нашу подливку которую мы приготовили чуть раньше да мы ее сначала пробуем класс соль перец острота нормально так бахнул выливаем все это вниз то есть туда куда мы будем чуть позже выкладывать картошку с грибами смотрите мы делаем дополнительную влажность для картошки конечно мы все любим картошку мы все прекрасно знаем что картошка такой немножко суховатый продукт что если ее намочить то она будет вареная не жареная в общем немножко не то а когда мы ее пожарили и сделали ее хрустящей то тогда нам нужно сделать что-то внутрь на тарелку что смогло бы ее оживить и сделать более сочный выкладываем картошку так чтобы нам все завидовали чтоб все смотрели и удивлялись как как этом вкусно и как это красиво все украшаем радисочкой складываем все это как вам вот заблагорассудится сразу же укроп укроп куда угодно можно это все но как бы такие нюансы которые потом пинцетом что-то выкладывает я тоже так делаю иногда домашних условиях уже стараетесь накормить своих близких потом мы добавили сюда каких-нибудь вот таких листочков красных если у вас есть что-то более интересное вы можете добавить вы уже поняли блюдо получилось не хитрая до лучшая картошка лучшие грибы это тот самый известный нам детства аромат просто мы его чуть-чуть украсили получилось такое более презентабельно я так сказал блюдо приятного аппетита а когда начнем его уже есть уже пора так ради